здравствуйте с мужем и человек 26 совпадений есть общий ребенок назначили моноглобулин при беременности была одна замерзшая вот эти антигены тканевой совместимости 2 класса это только кусочек всех антигенов тканевой совместимости и если мы посмотрим на схему антигенов тканевой совместимости вот видите то есть это вот если брать от конца вот это центромера то есть это вот серединка хромосомы то есть это вот короткое плечо 6 хромосома вот если ее развернуть вверх то это будет вот самая верхняя часть вот такая спирально свернутая и вот она идет по направлению центра мере и вот если вы посмотрите где находятся гены DQB1, DQA1 и DRB1, это тот конец хромосомы, который ближе к центромере. Но на каком-то достаточно большом расстоянии есть еще гены первого класса B и C, и еще на большем расстоянии гены A, B, C. И поэтому, когда у вас идет совпадение по вот этим, да, и один набор вы получили от папы, другой набор вы получили от мамы, и поэтому у каждого человека есть два набора вот этих генов. И есть достаточно частые гены, частые гаплотипы, так называемые, которые встречаются у 25 процентов населения, там у 19 процентов населения. Достаточно велика вероятность, но она такая немаленькая, что вы можете совпасть, что и вы получили по вот этим генам DQA1, DRB1 вариант похожий, и два варианта, которые совпадают по аллелям, которые касаются вот этого кусочка, всего лишь кусочка главного комплекса гистосовместимости. И вот и другой кусок вы получили от и другой кусок такой же вот этих же генов и получили от другого родителя. И поэтому здесь важно понять насколько вы совпадаете, то есть насколько велико совпадение. И вот если мы смотрим только антигены тканевой совместимости второго класса, то такие варианты мы видим довольно таки часто. И причем вы описываете ситуацию, что у вас есть общий ребенок, но видимо что-то сподвигло вас пойти сдать этот анализ, то есть или бесплодие, или невынашивание беременности. Увидели вот эту похожесть по шестим показателям и сказали, что это в этом и есть проблема. Но для того, чтобы получить представление о том, как у вас это все идет, важно посмотреть еще и вот эти гены В, С и А. И тогда мы имеем представление о так называемом альфа-блоке и всех генов, которые его окамеляют, в зависимости от того, какая цифра стоит вот после этого А. И бета-блоки, это вот этот блок, который касается, в нем находятся В и С. И соответственно добавляем эту информацию, к той информации, которая была уже по антигенам тканевой совместимости второго класса. И что мы видим тогда? Мы тогда видим, реально ли вы совпадаете по гаплотипам или вы не совпадаете по гаплотипам. Потому что может оказаться так, что те цифры, которые и те варианты, которые мы получим по А, Б, С, они у вас совершенно не совпадают. И это значит, что сами по себе гаплотипы разные. То есть, безусловно, вы тогда обладаете достаточно высокой степенью похожести. У вас когда-то там может быть 20 или 30 или 40 или 50 или 60 тысяч лет назад может быть был общий предок. Но если вы не совпадаете по вот этим вот аллелям, которые касаются А, Б, С, то тогда ваш общий предок был настолько, настолько далеко, что в общем-то вы никак не должны создавать друг другу проблем, если вы частично похожи по антигенам тканевой совместимости второго класса. Максимум, что можно говорить, это то, что вы теоретически можете быть донорами друг другу. Что можно взять орган, допустим, вот жены, пересадить мужу, и он тогда, может быть, меньше будет отторгаться. Да и то с оговорками. То есть, это так я говорю о том, что вот это важно, допустим, для типирования органов при пересадке, но этого недостаточно для того, чтобы говорить о репродуктивном прогнозе. Поэтому первое, что мы должны сделать, это посмотреть антигены тканевой совместимости первого класса А, Б и С. И вот посмотрев эти антигены тканевой совместимости первого класса, мы должны тогда разделить по специальным таблицам, по специальным справочникам. Причем, у нас это делается так, что наш врач это делает достаточно быстро. Ну, то есть, я думаю, что в пределах, там, 15 примерно минут можно сделать, примерно разложить это все на возможные варианты, которые у вас идут и унаследованы от каждого из родителей. То есть, или от папы, или от мамы. И то, как они соответствуют вот с этими генами. И дальше, что получается? И может оказаться так, что вы совпадаете. Ну, скорее всего, если есть, есть совпадение по этим гаплотипам первого класса, то, скорее всего, будет совпадение только по одному гаплотипу большому. То есть, который будет включать в себя А, Б, С, ДР, Б1, ДК, А1 и ДК, Б1. То есть, возможно, что совпадение по одному гаплотипу будет присутствовать. И дальше, когда мы видим, по какому гаплотипу вы друг с другом совпадаете, мы должны понять, не попадает ли вот этот ваш гаплотип в число так называемых анцентральных гаплотипов. Это не так много этих вариантов, которые могут быть, а именно где-то около 37-38 вариантов. Если исключить еще несколько вариантов, которые характерны для Африки, то это будет где-то 36-35 вариантов так называемых анцентральных гаплотипов. То есть, те гаплотипов, которые являются высоко консервативными, которые существуют иногда на протяжении уже десятков, а порой даже и сотен тысяч лет, еще даже старше, чем человеческий вид. Могут быть такие гаплотипы. То есть, весь набор генов А, Б, С, ДР, ДК. Если вы друг с другом совпадаете по анцентральному гаплотипу, мы должны понять, что это за анцентральный гаплотип. Не обязательно вы являетесь какими-то дальними родственниками, но в каком-то ближнем приближении, допустим, на уровне четвертого или пятого или шестого колена, на достаточно реальном промежутке времени, когда, может быть, вы себя не считаете родственниками, но какая-то отдаленная степень родства может быть есть. В большинстве случаев этого не происходит. И в подавляющем большинстве случаев, когда идет вот такое совпадение, мы видим просто анцентральные гаплотипы. То есть, те гаплотипы, которые просто существуют и крутятся в определенных популяциях. И дальше мы тогда уже производим анализ этих анцентральных гаплотипов. Связаны ли они с какими-то рисками болезней, в том числе проблем, которые связаны с репродуктивной функцией. Либо они являются, условно говоря, этническими гаплотипами. Потому что иногда, когда мы смотрим уже по составу этих гаплотипов, мы четко совершенно видим, что вот это показывает, возможно, азиатское происхождение, сибирское происхождение. Вот этот гаплотип показывает, что человек имеет южноевропейское происхождение, из Греции или из Италии, средиземноморский бассейн. Вот это больше похоже на скандинавский гаплотип, это похоже на это. То есть мы четко совершенно видим, что это за гаплотипы. Если люди принадлежат, то есть просто выходцы из одной примерно территории, где просто существует какой-то народ или группа или популяция, то здесь, конечно, тоже достаточно велика вероятность, что вы просто совпадете по этому гаплотипу и рвать на себе волосы и делать какие-то далеко идущие выводы, ни в коем случае нельзя. Потому что это может быть вариантом нормы. Да, это может немножко повышать вероятность развития тех или иных проблем, но самое главное, не нужно агравировать ситуацию, фантазируя, подозревая себя в чем-то или слушая тех людей, которые говорят, как вообще друг друга вы нашли. Вы, наверное, родственники, у вас, наверное, там идут какие-то скрытые корни там и так далее, и так далее, и из-за этого у вас не может быть нормальных здоровых детей. Это все ерунда. Никого не слушайте. Просто нужно, безусловно, здесь просто пройти консультацию специалиста для того, чтобы разобраться и для того, чтобы разобраться вот с этой сложной цифирью. Не просто совпадение, которое там считают один, два, три, одно, шесть совпадений. Это просто глупо. То есть или есть совпадение или нет совпадений. Реально у вас никакие не шесть совпадений, а всего лишь два совпадений. То есть вы с друг другом, то есть каждый из вас имеет одинаковые наборы из двух гаплотипов и один набор вы получили от одного родителя, другой набор получили от другого родителя. И вот вы по этим двум наборам похожи. Но это вовсе не значит, что вы совпадаете по этим наборам, пока мы не получили гены тканевой совместимости первого класса. То есть первый класс, он очень важен, как правило, бывает всегда. Но в таких случаях он особенно важен. А, была одна замершая беременность. Да, иммуноглобулины мы иногда назначаем. Но в принципе, я бы конечно рекомендовал либо пойти по этому пути, то есть прокапать иммуноглобулины, посмотреть будет она вынашиваться или нет беременности. Потому что могла быть и случайность вот в этой остановке развития беременности. Но я обычно рекомендую все-таки сделать более углубленное обследование для того, чтобы посмотреть по невынашиванию беременности. То есть мой подход заключается в том, что лучше сделать на берегу более углубленное обследование, чтобы хотя бы понять какие-то базовые вещи. А нет ли у вас полиморфизмов неблагоприятных генов гемостаза или полиморфизмов сосудистого тонуса или еще каких-то вещей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова